Здравствуйте, друзья! Сегодня новое занятие. Это занятие будет в цикле про глаголы, про спряжение глаголов, но сегодня не будет глаголов, а будет теория о том, что такое закрытый слог, что такое открытый слог, «э» закрыто, «э» открыто и так далее. Почему? Потому что как раз-таки, когда мы дальше будем с вами проходить глаголы, которые являются глаголами с особенностями, и там стоит вопрос, какую букву вообще ставить, и стоит ли ставить аксон и так далее, нам эта тема пригодится. Давайте посмотрим. Сначала, конечно же, очень хочется узнать, слышали ли вы, бывают открытые слоги, закрытые, и понимаете ли вы, что это. Первый пункт мы должны усвоить, что слог формируется одной гласной. То есть в одном слоге не может быть две гласные, это раз. Во-вторых, одна гласная может быть просто слогом, то есть ей не нужна согласная. К примеру, во французском языке слово «о» – вода, один слог, или «лё» вместе с артиклем – это будет тоже один слог. Дальше. Открытые слоги заканчиваются нагласно. То есть «рэ» – это открытый слог, «пэ» – это открытый слог, «тэ» – это открытый слог. Посмотрите, пожалуйста, я тут прилепила вот этого месье, который как бы не касается земли, а вот просто «рэ», «пэ», «тэ» – летит над землёй. Тогда как закрытые слоги заканчиваются на согласно. Вот «ту» – это открытый слог, а «жур» – он вынужден приземлиться. Это у нас закрытый слог. То есть «рэ», «пэ», «тэ», «тэ», «тужур». Закрывается даже сам рот, потому что гласная – это просто подача воздуха. «Э», 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 «э» в слове «рэпетэ». И мы вынуждены немножко закрыть рот. Смотрите, вот несколько слов, и мы должны с вами сейчас разобрать их на слоге, чтобы потренироваться, где у нас закрытый, где открытый слог. Попробуйте сами поделить это на слоги. Я сейчас произнесу эти слова двумя разными типами. Вы просто их переписываете и в строчку пишите. Первое слово. Протраскрибируйте, пожалуйста. Сам дих. Если вы не взяли с собой листочка, то выключите, пожалуйста, меня, поищите листочек и протраскрибируйте. Это действительно очень большая проблема. Сейчас вы немножко времени потратите на поиск листочка и отложите вообще это видео. Но зато у вас многие проблемы отпадут. Давайте. Сам дих. Дальше. Диманч. Телефон. Portable. Comprимé. Évenement. Évenement. Даже если вы не знаете, как действительно профессионально делать транскрипцию, как знаете сами, своими значениями. Самое главное – понять, где открытый, где закрытый слог. То есть там, где у вас на гласную заканчивается, там, где на согласную. Можно такими дефисиками небольшими ставить. Давайте еще раз повторю. Если очень быстро, то выключайте, сами делайте, потом продолжайте просмотр. Еще раз. Теперь, что касается двух слов, которые здесь. Первое и последнее. Они произносятся двумя разными способами. Samudhi тоже можно услышать. Это такой очень аккуратный язык. Редко вообще, но в принципе можно. Samudhi тоже протранскрибируйте отдельно, рядом с тем, что у вас было до этого рядом с словом samdi. И точно так же слово évenement произносится словом, я сказала первый раз, évenement, а сейчас évenement. То есть вот эту вот «э», которую здесь я написала, я ее сейчас не произношу. Évenement. Транскрипция будет разная. Попробуйте это приписать. Давайте сейчас посмотрим, что получилось. Если вы не сделали еще транскрипцию, я настаиваю на том, чтобы вы выключили и посмотрели, как будет. Давайте. Все, я перелистываю. Что у нас получается? Это транскрипция, которую делают люди, которые занимаются этим профессионально. Я думаю, что вы поймете. Samudhi. Это там, где ее не произносится. Samudhi. Там, где ее произносят. То есть получается у нас в этом случае Sam, открытый или закрытый слог? Закрытый. Di, открытый. Здесь у нас три открытых слога. Samudhi. Наш monsieur, который летит над всем этим. Дальше слово. Di, mange. Di, открытый слог. Mange, закрытый слог. Дальше слово. Telephone. Те, ле, фон. Тут открытый, кстати, о. Те, ле, фон. Те, открытый, ле, открытый. Фон, заканчивается на Н, закрытый слог. Пор, табль. Два закрытых слога. Пор, табль. Дальше слово комприме. Ко, при, ме. Открытый, открытый, открытый. Три открытых слога. Ко, при, ме. Даже если здесь вы увидели М и вы протранскрибировали, это М не произносится. У нас появился О гласное, но носовая. Ко, кон, при, ме. Voilà. И смотрите. Две транскрипции. Évenement. É, vé, ne, ment. И здесь все слоги открытые. Или É, vé, ne, ment. То есть посмотрите, пожалуйста, тот факт, что вот здесь Ö не произнеслась, позволило нам, даже не то, что позволило, мы вынуждены произнести вот эту букву Э как открытую. É, vé, ne, ment. То есть тут у нас было закрыто. É, vé, ne, ment. Так как здесь слог закрылся, нам нужно открыть шире рот. É, vé, ne, ment. Почему? Потому что, ну, физически так легче. Что еще нужно обратить внимание? Что так как люди начали быстро говорить, и вот это Ö начала произноситься все реже и реже, уже есть два вида написания, которые возможны. Вот это первый вид классический. А второй вид – это с 2008 года такая транскрипция теперь тоже принята. То есть одно и то же слово вы можете писать по-разному. И обращаю ваше внимание, что в этом случае у нас закрытые буквы Е. Э, vé, ne, ment. Здесь э, vé, ne, ment. Все зависит от того, какой слог открытый или закрытый. Это как раз-таки наша тема. Почему? Потому что нам нужно понимать, как писать наши глаголы. И давайте теперь посмотрим. Вот у нас два звука здесь было. Вот так обозначается в транскрипции. Э, закрытое. Что значит закрытое Э? Ну, вы просто не очень сильно открываете рот. Э. А вот так, такой большой, размашистый Э, обозначается Э открытое. То есть получается В, а здесь Вен. В, 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 в. Попробуйте это сделать. Нам нужно на слух тоже это воспринимать. В конце будет диктант, где как раз-таки нужно будет найти различия. И сейчас мы с вами посмотрим в французском языке, когда и какими сочетаниями, буквами мы получаем звук Э закрытый, Э fermé, и когда мы получаем Э открытый, Э ouvert. Это не все случаи, но большинство не стало вам совсем-совсем много давать. Это уже много, я знаю. Во-первых, если вы видите такой знак, это Э-сиркумфлекс. Вот этот знак на строчной, сиркумфлекс. Он может быть над разными буквами. Нас интересует сейчас вот это Э. Разные бывают варианты того, в каких случаях он используется. Самые два главных случая это... Если до этого была какая-то другая буква после вот этого Э, то есть её убрали и в знак скорби, я сочиняю, конечно, ну, дали понять, что там что-то было. То есть, например, слово FED раньше было FESTE. BED было BESTE. VETEMENT VESTE, да, VESTIMONTER, и так далее. То есть, вот это вот историческое. Бывают смыслоразличительные ещё, например. Если вы не знаете, как пишется это слово, трудно догадаться, что оно там есть. Но когда я слышу звук Э, у меня есть несколько вариантов того, что можно проставить. Сразу нужно понимать, что один из вариантов – это как раз-таки вот это Э-сиркумфлекс. Дальше. Э-аксонграф читается тоже как Э-открыто, если дальше идёт слог с непроизносимой Э. Видите, Э у нас здесь есть, мы её не произносим. Пэр, мэр. Дальше. Э-аксонграф в конце слов также произносится как Э-открыто. Трэ, экспрэ. Э-трэма у нас используется в тех случаях, когда нам нужно, чтобы это Э читалось отдельно. Видите, если бы вот этой Э-трэма не было, мы бы прочитали НОЭЛЬ, СИТРОЭННО. А так у нас получается НОЭЛЬ, СИТРОЭННО. То есть в таких случаях мы читаем Э-трэма, открытый. Э-НОЭЛЬ, СИТРОЭННО. Дальше. Просто Э без каких-либо знаков в закрытом слоге. Вот только что мы с вами видели, что такое закрытый слог. Смотрите. ЛИ-БЕ-Р-Тэ, закрытый. Э-Г-ЗА-МОН. Можно сказать, что это закрытый слог. Ещё можно сказать, что дальше идут, например, две согласные. Звука. Смотрите. Р-Тэ и тут Г-З. Э-Г-ЗА-МОН. Э-Г-ЗА-МОН. Даже если это одна буква, когда мы на слог воспринимаем это слово, то там у нас два согласных звука. ЛИ-БЕ-Р-Тэ, Э-Г-ЗА-МОН. Дальше. В конце слово Э-ОБЫЧНОЕ тоже читается как Э-ОТКРЫТОЕ, если после неё следует ТЭ. В словах БОНЕ, КАРНЕ. Обычное Э-О. Дальше, если у вас две непроизносимые согласные. СЭ-Р-ЭС-ПЕ. АИ. Практически во всех случаях, есть несколько исключений, о которых мы сейчас поговорим. Читаются как Э-ОТКРЫТОЕ. МЕР-ШЕЗЕ. Дальше. Э-И-СОЧЕТАНИЕ. Всегда. БЕ-ЖЕ. Будет открытым. И Э-Я. В конце слова. ПА-Р-Э-Я. И давайте с вами сейчас всё это прочтём. Мы читаем это, вы повторяйте за мной. И физически, пожалуйста, давайте подчеркнём то, что это Э-ОТКРЫТОЕ. Вы открываете шерёд, чем обычно. Давайте попробуем. ФЭТ. БЭТ. ВЭТМОН. ПЭР. МЕР. ТРЕ. ЭКСПРЕ. НОЭЛЬ. СИТРУЭН. ЛИ-БЕРТЕ. ЭКЗАМЕН. БОНЕТ. КАРНЕТ. СЕ. РЕСПЕТ. МЕР. ШЕЗЕ. БЕЖЕ. ПАРЕЙ. Теперь смотрите. Точнее, не смотрите на меня. Закройте глаза. Я буду читать эти слова. И вы должны послушать внимательно. И я очень надеюсь, что когда вы будете слышать эти слова, вы действительно скажете, ну да, это открытое Э. Открытое Э-э, когда действительно рот шире. Э-э. Мы сейчас увидим закрытую Э, и потом ещё сравним. Закрывайте глаза, слушайте меня, и вы должны услышать, что это открытое Э. Напишите, пожалуйста, в комментариях, слышите вы это или нет. Это интересно. Потому что тема сложная, все с ней как-то пытаются бороться, найти какие-то ответы. Надеюсь, что это видео вам поможет. Всё, начинаем. Закройте глаза. Фэйте. Фэйте. Бэйте. Вэтемен. Пэр. Мэр. Трэй. Экспрэй. Дальше смотрим, что такое эферме, когда рот закрыт, прям совсем э, 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 я не открываю рот, видите, у меня вообще никакого изменения на лице нет. Во-первых, когда у вас э, в эту сторону знак, всегда будет закрыт. Дальше, если у вас в окончании есть это обычное без какого-либо знака, но на конце стоит после неё р, или з, или ф, тоже будет закрыт. Здесь эф не читается, клей. В односложных словах, кроме глагола, тут нужно открыть рот. Дальше, мы с вами говорили, что в любых сочетаниях, кроме исключений, э, а и, сочетание, читается как э открытый. Там у нас было слово мэ и шэээза, но в глаголе жэ, я имею, или кэ, набережная, или гэ, или жэ, вэ, там будут закрытые. Но, смотрите, если вдруг у вас будет инверсия, которую очень редко употребляют, наоборот получится, будет э, жэ, вэ, жэ. Потому что у нас был тут один слог, и он у нас открытый, жэ, жэ, вэ, когда переворачиваем, слог закрывается, и рот открывается, технически. Эжэ, вэжэ. Дальше, если у вас приставка рэ, и дальше идут две эс, то будет тоже закрытая э. Рэ, сэ, е, рэ, сэ, е. И в окончании е, и, э, дэ, будет пье. Больше слов я не вспомнила. Сейчас мы читаем это еще раз. Вы сейчас максимально пытаетесь выделить эту закрытую э. Для того, чтобы приносить красивую э, нужно немножко сделать это с тонусом, и губы немножко вот так вот развести. И, бон, прэ, фэ, рэ. Повторите за мной. Прэфэрэ. Это закрытая. Эдукацион. Эдукацион. Тэлешаржэ. Тэ-ле-шар-жэ. Ко-мэ-н-сэ. Ко-мэ-н-сэ. Кле. Здесь я становлюсь. Рацутский язык красивый, потому что там есть и позиции. Разная позиция. И одна из их позиций – это закрытый звук. То есть получается телезакрытая. Потом должна широко открыть рот. Ша. И потом опять закрыть. Тэ-ле-шар-жэ. Действительно, у них рот больше работает, чем у нас. И к этому нужно привыкнуть. И то есть, если вы все произносите телешар-жэ, это вообще не работает. Зря смотрите видео. Потому что если вы не умеете этого делать, есть большие шансы, что вы это еще и не услышите. Чем лучше вы артикулируете и произносите звуки, тем возникает больше шансов, что вы быстрее будете воспринимать речь со слуха. Так что, если открываешь широко рот, не просто так, повторяйте за мной. Тэ-ле-шар-жэ. Ко-мэ-н-сэ. Кле. Дальше. Мы, ты, ле, де, ту, э. Наше исключение. Дальше. Же, ге, ке, же, ве. Глагол. Ресе, е, пье. Теперь я произношу. Вы закрываете глаза и внимание обращать на то, что у меня закрытые звуки э. Есть одно исключение, которое тоже произнесу, и там будет открытая э. И вас должно прямо насторожить. Но мы будем. И смотрите. Теперь небольшой диктант. Обязательно нужно сделать, иначе всё на смарку. Всё просто так. Я диктую вам слова, вы их пишите. Как хотите. Посмотрим. Амитие. Амитие. Дружба. Амитие. Прееве. 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 Ещё раз повторяю, не вернуйтесь. Сбастовка – это грэв. Сбастовка – это грэв. Превенир – предупреждать. Селебр – знаменитый. Бэбэ – малыш. Бэбэ называют тех, кто ещё плохо говорит или не говорит вовсе детей. Поэзия – поэзия. Экола – школа. Я повторяю. Вы повторяете. Давайте посмотрим ответы. Если вы не написали, то лучше перемотайте меня ещё раз, послушайте, а потом уже смотрите. Так будет полезно. Что у нас получилось? Смотрите. То есть в конце у нас закрыто. Мы могли бы разными вариантами написать. По-честному, если вы не знали это слово, можно было бы попробовать несколькими вариантами. Вот так. Аметье. Почему? Нет. Аметье. То есть вы могли придумать или на Z оно могло бы заканчиваться. Главное, чтобы вы выбрали какой-то вариант, который у нас означал закрытую Э. Ж, вообще без знаков, это Э. Ре-пэ-та. Но вы рэ-пэ-те. Это как раз-таки наша тема дальше, которая будет. Здесь у нас открытый слог. Здесь у нас закрытый слог. И получается, здесь у нас Ре, закрытое Э. А тут пэ-та. Мы закрываем рот, потому что здесь дальше. Слог, в котором Э не произносится. Пересмотрите правила. Я помню, что в институте, когда мне это говорили, было тоже непонятно. Но возможности перемотать видео у меня не было. Так что можете сейчас еще раз пересмотреть видео. Может быть, еще несколько раз. И это должно немножко лучше уложиться. Дальше. Смотрите. Ре-пэ-те. Тут у нас две. Э с акцентой Гюк, потому что два слога открытых. Ре-пэ-те. То есть, смотрите, вот как это работает. То есть вы видите, точнее даже вы слышите. Ре-пэ-те. И я, когда пишу это слово, мне не хватает чего-то. Ну, во-первых, точно, совершенно я добавлю в конце вот это вот Z, потому что я знаю, что это В. Если я вот так оставлю, то это будет Ре-пэ-те. Валя. Ре-пэ-те, хотя это практически невозможно. То есть здесь Ре-э, потому что закрыто. Если я слышу Ре-пэ-те, единственный вариант, который может быть, то вот это, если я вообще когда-либо немножко даже видела глагол Ре-пэ-те. Но попыталась. Трудно было. Думала, что сделать. Надеюсь, что помогла. Не удивлюсь, что если не помогла. Пишите варианты свои какие-то, может быть, подсказки, как вам облегчить судьбу. Трудная тема и много всяких разных данных. Трудно всё въедино сложить, чтобы было понятно и чтобы не сделать ещё больше беспорядок в вашей голове. Попыталась. Охвах! Охвах!